еще наш президент сегодня рассказал о своем отношении к бизнесу большому и малому и у меня сложилось впечатление что к малому относятся все же получше не из-за размеров нет а потому что он ближе к людям насчет государства должно создать условия для инвестиций вот это точно совершенно создать лучшие условия связанные с регулированием инфляции но и здесь мы тоже кое-что делаем усилий государства здесь наращивается и дает положительный результат у нас начала меняться структура малого бизнеса теперь есть уже научный бизнес и производственный малый бизнес высокотехнологичный малый бизнес запад это хорошо нам нужно смотреть на то что мы сами делаем без всякого запада без востока мы сами с усами наш президент сегодня встречался с инвесторами и не с простыми а со стратегическими с теми кто инвестирует всерьез и главное надолго сейчас ясное дело самое время для таких встреч завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений который гарантирует безопасность инвестиций в россии и уверен что те меры которые в том что будут описаны в законопроекте они помогут снизить риски для инвесторов позволить им сформировать более длительные бизнес-планы но и в целом укрепить интерес к работе в россии что касается calvin сейчас правоохранительные органы суд разбираются на это классический ответ а он и может быть только таким потому что я не могу сказать что он виновен или нет вы вкладываете средства высокотехнологичной сферы это чрезвычайно важно имея ввиду стратегические цели которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы ну а мы со своей стороны будем делать все для того чтобы создать для вас соответствующие условия гарантировать капиталовложения инвестиции обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур бабки то где извините за манитон денежки где в заграничных банках что нужно делать для это показать что они служат тем у кого эти деньги лежат ситуация находится под контролем президента и правительства у нас есть все инструменты чтобы пройти ее спокойно без потрясений у нас достаточно ресурсов чтобы сохранять финансовую стабильность растет валюта взлетают цены девальвация рубля привела к увеличению цен практически на все товары на прилавках торговых центров скачок доллара и евро не обошел и бытовую технику сейчас в магазинах паники пока нет но и подорожание только начинается около 30 процентов импортеров уже отреагировали на экономическую ситуацию в основном это поставщики из европы они подняли стоимость товара почти на 15 процентов рост курса валют скажется и на ценах на импортное спиртное и советское шампанское об этом предупредили в союзе производители алкогольной продукции новосибирске автоперевозчики заявили о росте цен на запчасти это подталкивает их к увеличению стоимости проезда группе риска и такие товары как бытовая техника электроника овощи в магазинах нашего региона ценники еще не переписывают но торговые представители предупреждают что запасы на складах уменьшились условиях волатильности рубля каждый кулик хвалит свое болото и каждый говорит что цены на его актив безусловно вырастут а это самый интересный инвестиционно привлекательный актив но с точки зрения жилой недвижимости абсолютно можно с уверенностью говорить о том что валютная составляющая в строительстве довольно значительная которые составляют как правило до трети себестоимости в проекте поэтому к сожалению никак нельзя будет избавиться от валютной составляющей в цене недвижимости сегодня ночью вырастут цены на авиабилеты такие прогнозы делают эксперты виновата лихорадка валютных котировок слишком подскочил евро именно в этой валюте идет расчет тарифов на международные рейсы пока большинство туроператоров работала по старым курсам но уже с сегодняшнего дня начинают эту стоимость пересчитывать естественно на увеличение все это пойдет россия к такому развитию событий готова это сегодня в интервью нашему корреспонденту подтвердил глава минфина около шести лет мы сможем при цене нефти 30 долларов за баррель иметь все те решения без изменения этих обязательств и мы можем их профилансировать в полном объеме по словам силуанова даже более негативного сценария 20 долларов за баррель пугаться не стоит во-первых резервов достаточно чтобы выполнить обязательства на ближайшие три года на во-вторых такая цена не может держаться долго затраты на добычу выше когда твоя национальная валюта фантик который приносит сверхприбыль финансовым спекулянтом в твердой валюте простому населению рост цен и падение покупательной способности победные реляции становятся циничным сотрясанием воздуха все вы наверняка видите как реагирует на это центральный банк россии как реагирует правительство на происходящее событие хочу отметить что и у одного и у второго института достаточно на инструментов достаточно ресурсов для того чтобы сохранять стабильность чтобы граждане российской федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанным уверен россия пройдет этот турбулентный период достойно спокойно более того есть все шансы для того чтобы ключевые отрасли производства российской федерации на вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе обвал цен на нефть девальвация рубля новый виток нищеты это предварительные итоги черной недели которая наступила в кошельках российских потребителей ослабление рубля с начала этого года составило уже почти 15 процентов это самая настоящая девальвация плата за банкет который устроили минфин и сырьевые компании именно настолько как минимум на 15 процентов сначала 2020 снизилась наша с вами покупательная способность не только импорт все что связано с валютой в том числе отечественные товары подорожают речь идет об одежде обуви бытовой техники зайдите в любой торговый центр много ли вы там увидите отечественных товаров мы же все закупаем от трусов до обретенных принадлежностей даже продукты питания и те имеют существенную зависимость например от импортных семян в россии сложилось самое настоящее катастрофическое положение которое может привести к далеко идущим неблагоприятным последствиям запад это хорошо нам нужно смотреть на то что мы сами делаем без всякого запада без востока мы сами с усами а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok